Любовь на миллиард и развод по расчёту. Сколько требует бывшая жена от олигарха Ахмедова? Более 500 миллионов долларов. Соответственно, ну конечно это было шоком. Кого сватают Роману Абрамовичу? Это же любимец всех женщин. Это олигарх вот на самом деле номер один. Что общего у Дональда Трампа и Сергея Полонского? Трамп был в четыре раза банкротен. Кому достался бриллиантовый слон от Тельмана Исмаилова? Как не включить телевизор? Тельман Исмаилова. Юбилей. Когда богатые тоже платят. Расстались, в общем-то, неплохо. Она ему писала записки и его адвокатам «Хочу 7 миллионов долларов». Сразу удивительные откровения и невероятные запросы. Если позволяют финансы, ты постоянно можешь любую затащить себе в коем-то. Смотрите прямо сейчас. Фархад Ахмедов снова счастлив и готов босым бегать по песку. И как-нибудь счастливым, когда на счетах миллиард, а в сердце новая любовь. Сменив деловой костюм на демократичную футболку и шорты, нефтегазовый магнат радуется очередному прибавлению в своем многочисленном семействе. Но скелеты, оставшиеся в шкафу после громкого развода с женой Татьяны, дают знать о себе до сих пор. Там очень запутанная история. Фархад Тимурович узнал, что его супруга Татьяна изменила ему в Лондоне. Она об этом призналась. Выпускник ветеринарной академии Фархад Ахмедов и офицерская дочь Татьяна Сорока сыграли свадьбу в 93-м. Сотрудник британской компании, он уже тогда занимался разработкой газовых месторождений и имел небольшой капитал, которого вполне хватило на покупку дома в Лондоне. Двое детей, идеальная семья и скандальный развод, ставший настоящим шоком. Что касается семьи Ахмедовых, я думаю, что те или иные подробности, которые стали всплывать, пикантные, не пикантные, они действительно имели значение для разрешения дела по существу в пользу одного или другого. Пикантные подробности разлетелись по всем таблоидам. Татьяна Михайловна развлекалась с братом одноклассника собственного сына, а сама Ахмедова призналась в неоднократных изменах мужу. Я, Ахмедова Татьяна Михайловна, девичья фамилия Сорока, прошу развода с моим мужем по причине супружеской неверности с моей стороны. В этом признаюсь и сильно раскаиваюсь. Прошу прощения и умоляю дать мне возможность искупить свою вину. Своего мужа, Фархада Тимуровича, любила, люблю и буду любить всю оставшуюся жизнь. Никаких моральных и материальных претензий не имела и не имею сейчас. Казалось бы, ну о чем говорить, развод и девичья фамилия. Так решили и в Зюзинском суде Москвы. Ахмедовы стали жить раздельно, но о своей бывшей и сыновьях олигарх не забывал. Он отдал ей дом в элитном районе Сент-Джордж. К дому прилагался автопарк, целый штат из служанок и садовников, а также коллекция антиквариата. Татьяна Ахмедова занималась коллекционированием современного искусства. Я думаю, кроме как получать деньги на это от бывшего супруга, фактически она не могла ни от кого. Поэтому ни в чем себе не отказывала и жила, как подобает женщинам ее круга, видимо. И вдруг, спустя 13 лет после развода, Татьяна Ахмедова посчитала, что для комфортной жизни этого мало. Любому человеку сейчас скажи, я тебе дам, не знаю, 500 миллионов долларов, но через 10 лет. Но ты эти 10 лет мне будешь каждый день напоминать. Конечно, если ты знаешь, что у тебя на выходе будет большой куш, конечно, ни один здравомыслящий человек не бросит это дело. Татьяна Михайловна дело не бросила. Ведь Англия давно известна как мировая столица разводов. А то, что расставаться на Туманном Альбионе себе дороже, сегодня знает любой олигарх. Фархаду Теймуровичу выкатили иск. Аж на полмиллиарда фунтов стерлингов. Тут же все вспомнили про его близкого друга Романа Аркадьевича. Я после своего развода, вот Ирина Абрамович, которая была, ну, дружила с Татьяной, когда они были еще женаты все, то есть давно, вроде бы она, это по ее совету Татьяна начала вот эту процедуру. Личная жизнь Романа Абрамовича много лет оставалась под грифом секретно. Что там жены? До середины 90-х абсолютное большинство россиян даже не знали, как выглядит загадочный миллиардер, пока в газетах не появилась информация о том, что именно он стал доверенным лицом Бориса Ельцина. Это же любимец всех женщин. Это олигарх, вот на самом деле номер один, которого обожают абсолютно все женщины. Это Роман Аркадьевич Абрамович. Самый обаятельный, привлекательный. Обаятельный и привлекательный миллиардер родился в Саратове. В 4 года, став круглым сиротой, маленький Рома воспитывался родственниками. Переехав от дяди Лейба из Ухты в Москву к дяде Абраму, будущий олигарх закончил среднюю школу, поступил в институт и даже успел влюбиться в студентку Вику. Окунувшись в омут с головой, студент Абрамович совсем забыл об учебе. После первого курса он сменил кроссовки на армейские сапоги и отправился отдавать воинский долг родине. Рядового Рому студентка Вика не дождалась, но и дембель Абрамович горевал недолго. Отпустив на гражданке бороду и пышную шевелюру, он практически сходу покорил сердце 23-летней брюнетки Ольги Лысовой и сделал ей предложение. Ольга, будучи старше своего избранника, имела на руках двухлетнюю дочку, но Абрамович это не смутило. Он перевез их из Ухты, где они познакомились, в Москву, и именно с первой женой он открыл и свой первый бизнес – кооператив по производству пластмассовых игрушек. Никаких моральных и материальных предыдущих не имела и не имею сейчас. Самая боятельная, привлекательная. Хочу по миллиону каждому ребенку сейчас. Впрочем, пупсиками Абрамович торговал недолго. Всегда мечтавший о собственных детях и большой семье, он все чаще стал задерживаться в заграничных командировках. По неофициальной версии, именно проблемы с рождением ребенка послужили главной причиной развода. Сняв с пальца обручальное кольцо и оставив бывшей жене квартиру, Роман Аркадьевич смело вступил в ставшие для него триумфальными 90-е. Да, на тот момент каких-то особняков не наблюдалось, поэтому там что. Насколько мне известно, там вот даже ее, по-моему, у него падчерица от первого брака, даже я знаю, что вроде она там как-то не грустит особенно сильно. В светской тусовке до сих пор ходят восторженные слухи, что Абрамович не только помогает своей первой жене и падчерице, но еще и подарил норковую шубу той самой студентке Вике Забровской, не разглядевшей в рядовом советской армии Роме Абрамовича потенциала. Абрамович, он победил этот мир, да, финансово, ему не надо там больше ничего хотеть, все. Что ему еще делать? Меняй женщин. Это, я не говорю, что это хорошо или плохо, но это физиология его толкает. Со стюардессой Ириной Маландиной Абрамович познакомился в очередной командировке. Вскоре сделал предложение. Многим из окружения успешного коммерсанта показалось, что этот брак заключен на небесах. Пятеро детей и почти два десятка счастливой семейной хроники. Счастливой, по крайней мере, на фотографиях. Со своей второй женой Роман Абрамович разводился на Чукотке. Уже олигарх и еще губернатор. Зарегистрирован он был на Крайнем Севере, поэтому и развод проходил в местном суде. В отсутствие брачного контракта Ирина Абрамович вполне могла бы претендовать на половину имущества. Но этого почему-то не произошло. Как считают адвокаты, скорее всего, бывшие супруги заключили мировое соглашение, в котором были четко прописаны фиксированные суммы выплат бывшей жене. Здесь два важных обстоятельства. Первое, он очень тщательно выбирает круг общения. И второе, умеет договориться, потому что тоже большое искусство. Умение договориться – это талант найти какой-то компромисс. Чего стоит такой компромисс, подсчитали британские таблоиды. По их информации, после развода Ирина Абрамович получила выходное пособие в 300 миллионов фунтов и еще 4 виллы, 2 квартиры в Лондоне и замок во Франции. Плюс возможность в любое время пользоваться частным самолетом и отдыхать на яхте бывшего мужа. О личной жизни Абрамович Анна Субботина знает не понаслышке. Ее роман с романом в итоге превратился в книгу. Олигарх тогда был на перепуте. Со второй женой еще не развелся, а на горизонте уже замаячила третья – Дарья Жукова. Мы же не будем забывать историю, как Дарья Жукова накупила каких-то там сумочек гермесовских, по-моему, Келли или что-то, и как они, у них там был момент заморозки отношений на эту тему, что она пошла там, решилась каждой своей подружке купить по сумочке 10 тысяч долларов. И как-то ей сказали, что это как-то не то, что они ее ждут, так скажем. Что именно ждал от Жукова Абрамович, может рассказать только он сам. Каждый год британская пресса приписывала им скорое расставание. Но, несмотря на мрачные прогнозы, они продержались вместе аж 10 лет. Хотя дыма, как известно, не бывает без огня, тем более без огня страсти. Сначала Жукова была замечена бдительными папарацци в Нью-Йорке, практически в обнимку с Леонардо Ди Каприо. Была фривольная фотосессия в алых туфельках и неглиже с журналистом Дериком Блазбергом. Но настоящий скандал разразился после этих кадров. Папарацци передали итальянскому журналу снимки со швейцарского курорта, на которых хорошо видно, как проводила время галеристка Дарья Жукова в компании американского арт-дилера Витош Набеля. И явно в этот вечер разговоры у них шли не только об искусстве. Ни Жукова, ни тем более Абрамович скандальные снимки комментировать не стали. А вот представители олигарха заявили, что снимки являются фальшивкой, и добились их снятия с сайта издания. В том же году пара объявила о разрыве отношений. Развод Дарьи Жукова и Романа Абрамовича на ближайшее время будет таким эталонным шаблоном разводов. Потому что сейчас уже все люди начинают понимать, что все-таки традиции традициями, а брачный договор все-таки нужен. По традиции светские хроникеры быстренько почитали, сколько же отступных получит мать двоих детей Абрамовича. Сумма вышла фантастической – 1 миллиард евро. Если позволяют финансы, ты постоянно можешь любую затащить себе в койку, вообще без вопросов, и все время пользоваться лучшими и лучшими женщинами. Это наркотик своеобразный. И кто люди подсаживаются на это, ну, они живут этой жизнью. Кого-то мораль сдерживает, кто-то просто лукавит, не говорит, что он этим занимается. За три прошедших после развода года Абрамовичу с кем только не приписывали романы. В жены олигарху пророчили приму Мариинского театра Диану Вишневу, в светскую даму Надежду Аболенцеву. Но официально Роман Аркадьевич вновь завидный холостяк. Недолго горевала и Дарья Жукова. Переживать за ее судьбу и финансы не приходится. Она снова замужем. Да за кем? Ее избранником стал греческий миллиардер Ставрос Неархас. Наследник семьи корабельных магнатов. Грек младше Абрамовича почти на 20 лет. Правда, у семьи Ставроса миллиардов всего два. А у Романа Аркадьевича пока 11. Мужчины уверенные в себе. Они понимают, что пожила со мной, прекрасно, мы расстаемся. Вот это я оставляю тебе, это детям. Идет дальше. В жизни Сергея Полонского было много страстей. Но сегодня он словно диаген. Философствует, не выходя из бочки. 75% заболеваний, сегодня официально доказано, это нервные заболевания. У предпринимателей сегодня в условиях полной неопределенности. Курс рубля-доллара, сокопроцентная ставка, санкции, спрос. Там такое количество параметров. Почему предприниматели так рано убирают? Потому что все находятся в стрессе. Ипотажному бизнесмену приписывали романы с первыми красавицами страны. О его размашистом отдыхе складывали легенды. Полонский тоже очень обаятельный, такой харизматичный. На яхте, у него там 40 блондинок вокруг него. Где эти его 40 блондинок? Никого нет в округе. И друзей нет, и никого нет. Поэтому эти люди, они очень глубоко несчастные люди тоже. Сегодня в его жизни одна блондинка. Полонский никогда не зарекался от тюрьмы и от сумы. Вот и сыграли свадьбу прямо в матросской тишине. Какой Сергей может вести разгульный образ жизни? У него есть я. Что значит разгульный образ жизни? Сергей в принципе не гуляющий человек. Сейчас особо и не разгуляющийся. Кажется, еще недавно он лихо гнал простых российских миллионеров с закрытых вечеринок для настоящих олигархов. А сегодня сам ушел в минус. Как было в Советском Союзе, если ты попал в тюрьму, у тебя волчий билет и так далее. То есть, ну, Трамп был 4 раза банкрот. Я ни разу не был. У меня сейчас, правда, минус 10-30 минут на счету. Ну, тем не менее, значит. Его первый громкий развод случился на рубеже нулевых. Брак с Натальей Степановой продлился всего 3 года. Что ей совсем не помешало претендовать на половину всего состояния строительного магната. Сергей Полонский был на слуху в свое время. И даже мы когда-то оценивали его в миллиард до кризиса 2008 года. Но сейчас состояние его значительно меньше, если у него вообще что-либо осталось. Тогда, в 2007-м, на содержание ребенка Наталье Степановой присудили всего лишь четверть официальной зарплаты Полонского. Его следующая жена, модель Юлия Дрынкина, родила миллиардеру троих детей. И при расставании одними алиментами не обошлось. Расстались, в общем-то, неплохо. Она ему писала записки, и его адвокатам. Хочу 7 миллионов долларов сразу, хочу по миллиону каждому ребенку сейчас, по достижению совершеннолетия еще по 5 миллионов каждому. А что вы хотите? Дрынкина затребовала буквально все. И виллу в Майами, и плавучий дом в Москве ей и сейчас сочувствуют. Мол, бросил одну с тремя детьми. У него есть еще дитя от Юли, трое детей. Мирасик прекрасный, девочки волшебные. Сергей их очень любит. Нет, он никого не бросал. Но была в жизни Полонского еще одна жена. Самая первая. Та, которой начинающий коммерсант Сережа рассказывал о своих смелых планах покорить весь белый свет. Никаких моральных и материальных препятствий не имела и не имею сейчас. Самая боятельная и привлекательная. Хочу по миллиону каждому ребенку сейчас. Имя Оксаны никогда не фигурировало в светской хронике. Смотрите, вон, деревья были маленькие. А сейчас смотри, как выросло все. Площадки. Это один из первых сотых домов Сергея. Уже два десятка лет их объединяют не только общие фотографии, но и единственный сын. С Полонским она познакомилась в ее родной Горловке. Когда я увидела Сережку, я увидела его в военной форме. Вот такая увидела, думаю, ничего себе. Парень. Родившись в Санкт-Петербурге почти все детство. Юность Сергей Полонский провел в украинской Горловке. Отслужил в ВДВ и долго искал себя в бизнесе. На извилистом пути от торговли герболайфом и черешней до первого крупного заказа он уверял жену, что его имя прогремит на весь мир. А она не поверила. Когда-то Сергей проговорился. Он мне сказал, ты знаешь, обо мне узнают весь мир. Я такая подумала, да, конечно. Ну, знаешь, все молодые люди, все так хвастаются, все хотят покорять мир. Я что-то, знаешь, так вот засомневалась. Но потом я услышала, что один проект, второй проект, третий проект. Начало 90-х в среде состоятельных питерцев мода на евроремонт. А кто его сделает лучше, местных шабашников. Только бригада украинских штукатуров. Так зарождался фундамент строительной империи. Ой, Полонский. Это было имя. Ты понимаешь, если я встал рядом с Полонским или увидел Полонского, это было что-то, это нечто. Понимаешь, это силище. Расстались тихо и мирно. Свой статус Оксана называет просто. Я мам моего ребенка. Там сейчас есть девушки, которые гораздо ближе к нему. Стас старший из детей Полонского. И с отцом у них много общего. Сын проходил курсы выживания, любит лапшу быстрого приготовления и даже ремонт в квартире делал сам. Я пытался разок сделать ремонт. Ну, с друзьями собрались и, в принципе, что-то сделали. Ну, как бы мне это понравилось. Но вот, честно говоря, после событий с папой, я не уверен, что я хочу быть строителем. То, что папа может, Стас усвоил еще в детстве. Они всегда на связи. Мой папа для меня – это друг, отец и мой брат. То есть, можно сказать, что, ну, никого он, по сути, не бросал. То есть, были какие-то конфликты у него в семье, да. Но, тем не менее, у него пятеро детей, и всех он нас любит. Улыбка на лице, дорогие часы на руке, на столе стакан воды. Мой папа был текстильщиком, занимался текстилем. Но я помогал ему всегда, с детства. Он давно не живет в России, объявлен в международный розыск. Его нынешний адрес, как и личная жизнь, тайна, за семью печатями. Это частная жизнь моя. Куда вы лезете все? Вам что-то делать нечего? Я имею в виду телевидение. Не жалко ваше время? Не скупясь на рубли и на странную валюту, Тельман Исмаилов тратил с невиданным размахом. А сводный хор шоу-бизнеса не скупился на сладкие мелодии. Привычка связывает нас одна, любить Тельмана. Его называли королем Черкизона. А что за женщины были рядом? Дженнифер Лопес, Шерон Стоун, Перис Хилтон, Моника Белуччи. Он превращал все в золото одним движением руки и тратил миллионы долларов только на одну посуду в ресторане. Сегодня Тельман Исмаилов объявлен банкротом и свое 63-летие праздновал в кругу семьи. Это частная жизнь. Причем показывают мой дом? Причем показывают мои идеи на рождение? Что у телевидения больше других дел нет? Единственный человек, который был с ним все эти годы и пережил и ослепительные взлеты, и оглушительные падения. Жена Самира. Путь от начинающего кооператора до миллиардера они прошли рука об руку. Но Самира Исмаилова редко оказывалась в центре кадра. Сегодня ее муж банкрот, объявленный в международный розыск. А уж сколько было слухов об изменах. И это именно ей. На глазах белучий Хилтон он подарил шкатулку с огромным бриллиантовым слоном. Пупа-пиду для нее не пустой звук, скорее образ жизни. И хотя в ванне не только девушке, она и не думает скрывать все свое, ношу с собой. Анну Аршаву природа наградила талантами. Казалось бы, не девушка, душечка, а счастья нет. Вот мой первый мужчина, он очень был вообще миллионер. Жизнь, как в кино, вспоминает Аршава. Рестораны, свидания под луной и шипение раций телохранителей. Первое наше свидание. За мной приехала шикарная машина, блендли. Еще нас сопровождали еще три джипа. Загородный дом, вышкаленная прислуга, выходные в Ницце. Это было так естественно, так органично для юной Ани, как и мечты о скорой свадьбе, к которой она тайно готовилась несколько месяцев. Вот оно, свадебное платье, которое я хотела купить, когда я готовилась к свадьбе. Но под венец любимым миллионером пошла не она, а ее лучшая подруга. Та оказалась гораздо шустрее. Я говорю, ты беременна, да, это от кого? Я говорю, почему же я об этом не знаю? А она взяла меня и сказала, так достаточно все холодно, что это от твоего. Сваха в Сеяруси Роза Сибитова утверждает, сегодня во всех брачных агентствах на 10 девчонок по статистике один с половиной жених. Так, Анечка, что мы хотели? Ну, мы бы хотели наладить личную жизнь и встретить мужчину. Роза уверяет, жены модели, как и жены актрисы, давно не в моде. Нынче женихи твердят лишь о богатстве. Деньги к деньгам, а еще блестящее родословное, первая молодость, отменное здоровье и безупречное образование. Я уверена, что на меня может обратить внимание даже не один из стоятельных мужчин. А что они до сих пор на вас не обратили внимания? Звучит, как приговор, но Аня все равно не сдается. Ну, как же так взять и раз и навсегда расстаться с мечтой о принце? И ждите своего принца. Вероятнее всего, вы его не дождетесь. Вы дождетесь почтальона, который принесет вам пенсию. Все в ваших руках. На прощание Роза Сибитова в тысячный раз повторит главную заповедь успешного брака. И в тысячный раз ее услышат лишь единицы. Выходите замуж за простых младых пацанов. Делайте из них, ну, в них надо вкладываться, если вы хотите, чтобы он стал бизнесменом. Дайте возможность им получить образование, открыть бизнес, провалиться с этим бизнесом, потом опять подняться. И все. Хороший мужья не рождается, хороших мужей делают хорошие жены. Это одна из крупнейших экспедиционных яхт в мире. Длина Луны больше 115 метров. Строилась для Романа Абрамовича, а теперь принадлежит Фархаду Ахметову. Дружеская сделка обошлась примерно в 400 миллионов долларов. 13 лет нефтяной магнат жил и не тужил, будучи в полной уверенности, что давно разведен с изменившей ему женой. Вдруг молния из Лондона. Яхту арестовать, состояние поделить. Это более 500 миллионов долларов. Соответственно, ну, конечно, это было шоком. И он предполагает, что Татьяна Михайловна планировала и долго выжидала. Оказывается, Зюзинский суд лондонскому не указ, как и штамп в паспорте. Это по нашим законам один из супругов, претендующий на собственность, вдруг опостылевший ему второй половинки, должен еще и сам доказать, что такая собственность действительно имеется. В Британии за розыск имущества берется сам суд. Нельзя мужчину, если стержень мужскую, принудить что-то сделать. Никогда. Никогда. Потому что он или сам добровольно отдает, все может отдать, и жизнь свою в том числе. Если его начинают напрягать, он не отдаст даже три копейки. Но на лондонский суд есть шариатский. Арест на Луну наложили в Англии, а стоянка у яхты в Дубае. В Эмиратах, где был наложен арест на яхту, было признано, что не соответствует нормам шариата, и что она не имеет права на это, и была отказана. Мало того, Татьяну Ахмедову еще и обязали оплатить судебные сдержки бывшего мужа. Женщина не сдается и уже подала иск на своего старшего сына. И кто ей запретит красиво жить? Субтитры подогнал «Симон»